Переселение жителей из старых домов на южном проезде откладывается. 20 семей не согласились с предложенными вариантами и обратились в суд. Люди утверждают, власти не учились, что у многих семей есть дети-инвалиды, и некоторые матери в одиночку воспитывают детей. Горги Оргян разбирался в этой истории. Приезжали уже сами из Белого дома и сказали, а вы не боитесь, что зимой могут сжечь эти бараки? Вот даже уже открытый текст поступает с Белого дома. Жители квартала бараков за скульптурной композицией слоны Белым домом называют администрацию железнодорожного района. Вот только отношения между людьми и чиновниками складываются отнюдь не светлые. Выселяемые говорят, выживают их всеми способами. Большинство жителей этих домов уже переселились в микрорайон Покровский. Оставшиеся семьи, которые не удовлетворены предложенными условиями, ведут тяжбу с администрацией города, и люди будут жить здесь до тех пор, пока идет суд. Татьяна Пестова, у которой есть тяжело больной сын, давно живет в квартире, где бабушка оставила ей две комнаты из трех. Женщина уже несколько лет стоит в очереди в администрации железнодорожного района на получение жилья. Думала, что после сноса бараков предоставит нормальные условия, но, говорит, чиновники отмахиваются от ее проблем. У меня ребенок находится на инвалидности, инвалид детства, имеет форму тяжелых хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Я, как понимаю, он не может со мной даже проживать, а меня опихает в коммуналку. При этом чиновники из администрации железнодорожного района, по словам Татьяны, решили сыграть на опережение и начали разбирательство с целью убрать женщину с двумя несовершеннолетними детьми из квартиры. Администрация подала на нас на переселение. Мы выиграли этот суд и выиграли краевой суд. Краевой суд сказал, не трогайте их, пока они свой суд не закончат. Мы вперед их подали на суд, на администрацию. Очередное заседание у Татьяны состоится 24 октября. Но женщина, для которой тяжело тянется с июля, не верит, что оно станет последним. А в департаменте градостроительства надеются решить все вопросы с жителями квартала Бараков до Нового года. У нас уже два дома снесены там. В скором времени еще два дома пойдут под снос, потому что в каждом доме осталось по одному жителю, который вот именно в порядок приводит документы через судебные избирательства. Власти планируют на этом месте сделать зеленую зону. А в дальнейшем здесь пройдет магистраль, которая подведет к строящемуся четвертому мосту. Но отчего-то жители Бараков не слишком радуются тому, что дорожная ситуация в городе улучшится. Горги Аргян, Дмитрий Бородай, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24. Дмитрий Бородай, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.